Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Ассасин Крит Восстание. Ну что же ребята, сейчас я должен получить восьмой уровень своего легиона. Ну-кася, проверим. Давай-давай, только не томи главное. И будем смотреть какие фишки нам будут доступны. Ну что ты так долго, елки-палки, а? Все же нормально было до этого, вот как начинаешь только записывать все. Так, да ребята, мы получаем с вами новый восьмой уровень и нам... Ого-го-го, тихо-тихо, ребята. Новый максимальный уровень Ассасина, до восьмого уровня можем прокачивать. Так, расширение для жилой комнаты, это хорошо. Также у нас штаб второго уровня, можно поднять новинка, хранилище. Оружейное до второго уровня прокачивается и новое крыло у нас, ребята, открывается. Ну что ж, давайте посмотрим все это дело воочию. Так, подожди, подожди, это нам не нужно. Новый рекрут, это все понятно. Так, сейчас зайдем быстренько к себе и посмотрим. Слушайте, новое крыло, это получается у меня... Вообще их будет три. Сейчас у нас доступно второе, да? Осмотреть крыло. Ну давайте осмотрим. Ага, вот оно, вот так вот выглядит. Так, когда ваше братство достигнет уровня 19, откроется новое третье крыло. Понятно, значит пока мы можем вот здесь с вами разбираться. Давайте-ка сделаем, наверное, расширение хранилища. Вот хранилище нам нужно. Позволяет хранить предметы и увеличивает общую вместимость склада. Отлично просто. Давай, наверное, вот здесь мы это все дело и замутим. Вот оно как. Вместимость хранилища 150. Единицы, я так понимаю, да? Отлично. А здесь кто-нибудь должен работать? Нет? Оно само по себе. Ладно. Хранилище мы с вами сделали. А теперь нам можно улучшить, да? Какое там здание? Расширение для жилой комнаты. Жилая комната это вот, я так понимаю, ребят, где они, по всей видимости, спят. Или что? Или нет? Погоди-ка секунду. Ну да. Расширение для жилой комнаты. Погоди-ка секунду, ребят. Это, по-моему, даже не здесь. Это нужно вот здесь вот нам делать. В новом, так скажем, крыле. Крыле. Да, вот здесь вот. Потому что там уже есть. А вот здесь нету. Отлично. Слушайте, а там, по-моему, можно улучшить, да? Нет. Нельзя, потому что необходим 15-й уровень братства. Ну что же, как-то вот так, ребят. У нас два крыла. Так, деньги. Конверты. Так, и надо посмотреть, наверное, у нас какие следующие задания доступны. Так, выходим отсюда. Идем в задание. И смотрим. Я, как вы знаете, перешел, ребята, на вторую главу. Так, и смотрим. Блин, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть буквально нам не хватает. Вот он. Регион 2. Давайте-ка зайдем сюда и посмотрим. Охота на Рамирса. Дневник Агилара. Запись 6. Так. Ахеда предупредил Рамирса, и тот сумел скрыться от нас. Когда мы пришли в его крепость, к сожалению, он сбежал в Сарагосу. Мы проследили за инквизитором Рамирсом до аванпоста на окраине города. Мы не должны упустить его. Здесь я полностью согласен. Мы не должны его упустить, поэтому... Надо приступать. Мощь 290. Ёлки-палки, а у меня... У меня не хватает, ребят. У меня не хватает мощей. Это означает что? Что надо качаться идти. Ладно. Пойдемте, наверное, раскачаем своих персонажей. Ну, 290. Ё-моё. Хотя у меня Агилер имеет... 490 тысяч мощей. Так. Давай-ка вот сюда пойдем на раскачку. И выберем персонажей. Так, нам... Нам здесь понадобятся все, абсолютно. Но начнем мы, наверное, с Тарика. Давайте-ка с него. С родного. Тренировка, естественно. Быстренько мы все это дело завершим. И забираем его, да? Кстати, у нас же, по-моему... У нас же оружейная вроде бы открылась, да? Второго уровня. Или я ошибаюсь? Ошибаюсь. Погоди-ка секунду. Сейчас глянем. Улучшить? Да, ребята, мы можем улучшить. Так, оружейная. Ну-ка давай за 2000. Упс. И смотрим, что же нам доступно. Вау. Смотрите. Да, так и есть. Новый вид оружия нам открылся, ребята. Но ценник, конечно, обалдеть. Это говорит о чем? Что нам придется еще очень много фармить ресурсов. Так. Интересно, у нас только это или броню мы тоже с вами можем? Нет, броню почему-то улучшить не можем пока. Нужен девятый уровень братства. Ладно. Хорошо. Но главное, что теперь мы можем делать с вами улучшенное оружие. Соответственно, мы с вами должны еще будем прокачаться. Прокачаться, естественно, всеми персонажами. Потому что девятый уровень, поверьте мне, не очень скоро у меня появится. Судя по тому, как я зарабатывал здесь восьмой. Так, давай мы это быстренько ускорим. Так, отлично. Так, ну что, ребята, давайте на паузу нажму. И уже увидимся, когда я здесь всех подраскачаю. А потом пойдем с вами уже вместе на задание. Всем привет, ребятули. С вами Рэй. И мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. К сожалению, ребятушки, не получилось у меня пойти повоевать. Потому что все сплавил, практически все свои конвертики на то, чтобы повытаскивать дубли. Ну и так далее. А рискнул я один раз сходить на первую миссию второй главы. И я вам скажу одно. Меня там, ребята, разобрали. Просто разобрали и не поморщились. И я сделал выводы, что нужно все-таки идти туда с новым оружием. С оружием второго уровня. Иначе там просто тебя расколбасит. Так, ну что же, мы с вами должны получить сейчас девятый уровень. Потому что я все задания, ребята, здесь выполнил. И давайте смотреть, что нам дадут. А нам ничего не дали, потому что нам не хватает 100 очков, ребята. Хорошо, мы сейчас с вами получим эти 100 очков. У нас еще есть 8 конвертиков. И выбираем с вами задание. Первое практически... Да елки-палки, не сюда. Первое попавшееся. Так. Здесь все я выполнил. Абсолютно, ребята. Ну, можно вот здесь вот. Ну, давай сюда зайдем. Тут самое главное, знаете что? Не проиграть. Так, уровень восьмой, да? А, вот у меня нет, ребята, вот такого вот ассасина. Я не знаю, что это за значок. Ну, его нету. Поэтому не могу я это задание выполнить. К сожалению. Ну, тогда давайте сделаем с вами задание там, где с ДНК. Это 100% задание. Мы его выполним. Ну, и заодно есть шанс все-таки... Так, сколько? 160 опыта. Отлично. Даже, может быть, попробуем блиц. Да, как раз вот по блицу мы и пробежимся. Поехали. Быстренько сейчас завершим. Получим с вами 9 уровень. Вау. Нашего, так скажем, легиона. Вау. Так, сокровищница, второй уровень, да? Кузница, второй уровень. И тренировочный зал тоже второй уровень. Так, ребята, сейчас идет бонус час обучения. 25% дополнительного опыта. При что-то там раскачке, что ли? Так. А, погоди. Да не надо мне это. Не надо. Что тут у нас такое? Ассасин. Опачки! Апа, пулечки, ребята! У меня появляется новый ассасин, которого звать Гаспар. И я так понимаю, это Хилл. Конечно же, я буду его брать. Естественно. Так, обычный. Специалист, уличный доктор. Угу, понятно. Так, смотрим, ребята. У него лечение. Очень великолепно. Поддержка. Ну, это понятное дело. И перемещение. Ну, а урон и выносливости у него практически нет. Может исцелять членов отряда мгновенно или с течением времени. Водушевляет членов отряда и увеличивает их максимальный запас здоровья. Может отравить противников, и они начнут получать урон с течением времени. Уникальный навык у него полевой лекарь. Богатый опыт позволяет этому лекарю быстро и эффективно лечить своих товарищей. Может действовать на протяжении нескольких боев. Исцеление действует до окончания задания. Восстанавливает 10% здоровья в выбранной цели. И дополнительно 10% в течении 10 раундов. Ну, что же, неплохо. Два заряда он имеет. Отличненько. Так, и что же у него по навыкам? Ну, этот мы только что прочитали. А вот это, скорее всего, отравление, да? Струящийся яд. Отравляет противников ядом, который наносит урон с течением времени. Каждое применение к одной цели усиливает действие яда. Наносит 50% базового урона и дополнительно 100% урона от яда в течении 10 раундов. Максимальное 3 использования. Ну, это вообще круто. А это у нас что? Жизненная сила верных клятвия. Улучшает способность одного из ассасинов поглощать урон. Запас по здоровью выбранной цели увеличивается на 20% на 10 раундов. Вот так вот. Ну, по снаряжению непонятно, ребята, что он может носить. Ну, я думаю, что-нибудь такое легенькое. Так, характеристики у него. Ну, как видим, атака слабенькая, защита тоже слабенькая. Ну, у них, по-моему, у всех, да? Бонус к крит-удару 100%. Я ниже пока еще не видел. Ну, и прогресс. Это понятно. Так, а биография у него какая? Гаспар Доноса. Понимаете, да? Родившийся неподалеку от Севильи, в скромной семье торговцев, был молодым студентом-медиком. Благодаря твердой и легкой руке он без труда зашивал самые страшные раны и накладывал шины. Родители отправили сына в Мадридскую академию, отдав за его обучение большую часть своего состояния. Отец Гаспара надеялся, что сын станет известным лекарем, разбогатеет и прославит свою семью. Однако, как только молодой человек оказался представлен самому себе, ночная жизнь Мадрида поглотила его, и он пристрастился к алкоголю и дракам. И тратил деньги родителей на азартные игры, вино и женщин. В то же время Гаспар завязал дружбу с местными ассасинами, которые время от времени перевязывал им раны и зашивал порезы. Из-за новых увлечений младший Доноса лишился всех сбережений и был очистен из академии за неуспеваемость. Не желая разочаровывать семью, он стал работать на улицах Мадрида и предлагал свои услуги всем, кому требовалась помощь лекаря. Ассасины не оставили друга в беде и предложили Гаспару использовать свои умения во благо Креда. Он с радостью согласился и, будучи бунтарем по натуре, как мог, поддерживал братство и его идеалы. То есть, вы понимаете, да, ребята, ему нужно было деньги оправдывать родительские, поэтому он пошел к ассасинам работать медиком. В принципе, очень даже логично. Ну что же, а мы с вами идем уже на нашу базу и будем смотреть, что же у нас там такого новенького произошло. Контора. Контора валенков, как говорится, не вяжет. Так, у нас там до второго уровня прокачиваются, по-моему, три здания, да? Нового ничего не появилось, но мы можем их поднять. Соответственно, там нужно будет, опять же, минералы, ресурсы и так далее. Так, смотрим. Так, вот это, да, мы можем, ребята, улучшить. Максимальная вместимость хранилища по монетам 2630. Ну, ячейка, почему-то, также одна. Монет получена от ТРПР и Тролевария. В общем, понятно, это у нас казначейка, одним словом. Так, потом, по-моему, кузня, да? Или не кузня? Так, я вот не помню. Или же все-таки... Ага, понятно. Доспешки, где делаются у нас, мы тоже можем с вами улучшить. Отлично. И хотелось бы, кстати, посмотреть, что у нас подкрывалось здесь. Ага, вот у нас тяжелые доспехи. А вот у нас легкие кольчушки. И рясы. Плащ, балахон. Кстати, плащ я могу сделать. Угу, смотри-ка. У меня тряпок хватает на это дело. Так, и я буду, пожалуй, делать. Кто у нас супер-пупер тут? Угу, Тарик. Ну-ка, Тарик. Будь добр. Сделай-ка нам Шмоточку. Ну. Да я не выключаю, не выключаю я никакое устройство. Забираем. Отлично, ребята. Плащик мы с вами сделали. А можем ли мы еще что-нибудь себе эдакого позволить? Да, можем. А здесь, вот здесь, к сожалению, нет. Потому что руда, ребята, нужна. С рудой проблемы. А с тканью, как видите, нет вообще никаких проблем. Поэтому, слушайте, сколько нам, интересно, нужно? Ну, я больше, наверное, Гаспар, наверное, носит. Кстати, его нужно прокачать. Так что давайте, наверное, все-таки мы сделаем еще одну. Это уже, как говорится, на запасик. А может быть, даже и кому-то оденем. И надо будет посмотреть. Погоди, погоди, погоди. Меня так не устраивает. Я хотел завершить сразу же. Эй. Ну, дайте мне... Что-то не приближается. Да что ж ты будешь делать? Ладно, давайте так тогда закончим. Все. Забрали. Так, и теперь нам... А, мы можем улучшить. Зал даже. Вот это круто, ребята. Вот это замечательно. Так, давайте тогда мы с вами... Так, секунду. А почему эти ребята у меня... Я их что, могу дальше, что ли? А, ну да. Девятый же уровень, конечно, ребят. Что на самом деле-то? Тренировка. Завершаем. Забираем. Отлично. Так, и надо мне Гаспара. Гаспара, может быть... Так, тут 12 опыта, тут 25. Давай вот эти вот потратим. Как говорится, слабенькие, да? 49. Еле-еле-еле-еле-еле там. Ну, давай-давай-давай. Ага, хватило все-таки. 1600. Угу, смотри, выходит крутыш. Естественно, начинается все с разминки. Хоп-хоп. Вот, поприседали. Правильно, все, молодец, сделаешь. Так, и ускоряем. И забираем. Круто. Так, мощь-то у него сразу 230. Замечательно. Так, что у нас дальше? 25 опыта при использовании кодексов. Ага. Вот когда, ребята, выгодно использовать кодексы-то. Ну, давайте тогда еще Матео с вами быстренько раскачаем. До 9 уровня. Отлично. Все бы хорошо, ребята. Все отлично. Но вот не хватает вот как раз конвертиков. Понимаете? Хоть они и собирают, но так долго. А хотелось бы побыстрее, понимаете? Побыстрее хотелось бы. Ну, что же. Матео Галлан тоже у нас получает 9 уровень. И остался у нас там последний персонаж. Это Тарик. Конечно же, это Тарик. Есть. Слушайте, ну выгодно вот в этот вот момент, вот в этот бонус тратить, как говорится, на усиление своих ассасинов. Потому что выгодно получается. Это плюс 25 сверху еще идет опыт. Так, ну что, вроде бы здесь мы закончили с вами, да? О, ассасины. Что-то мы опять тут выполнили с вами. Погоди-ка, что такое? А, снаряжение. Мы можем одеть. А у нас также может еще... Подожди, а что, Тарик тоже у нас легкое носит? А ну-ка, подожди-ка секунду. Действительно. Так, давай, Агилар, тогда мы тебе оденем. Для начала. Так, хотя бы надо посмотреть. Так, тут 12. Тут скорости. Как робатики, плюс 2 идет. И... Хм. Ну, смотрите, здесь в тени, да? А здесь как робатики. Я думаю, что, наверное, все-таки вот это надо будет одеть. Замечательно. Так, и надо посмотреть у нас... Тарика нашего, да? Снаряжение. Угу. Ну, в принципе... Тарику мы оставим то, что у него одето. Ничего не будем менять. А вот нашему доктору обязательно нужно поставить что-нибудь. Что вот только, а? Акробатику? Ну, он не особый такой акробат у нас, да? Давайте тень. Пускай он будет в тени у нас. Постоянно прятаться. Да. Пускай будет так. А что же ты носишь? Какой ты вид оружия, интересно, используешь? Так, у нас еще аксессуары же есть, которые можно будет ему сделать. Короткий меч. Короткий меч он, короче, носит, ребята. Но я опять же не смогу сделать, потому что не хватает у меня руды для этого всего дела. Ладно. Ну что же, мы, наверное, с вами сделаем, так сказать, перерывчик. Выложу я эту серию. Обязательно увидимся с вами в следующей, когда у меня накопится энергия. И мы с вами обязательно уже пойдем на вторую главу. Заодно протестим нашего нового ассасина. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь по этому поводу. Так, слушайте, мы больше же ничего не можем, да, улучшить? Да, больше, по-моему, ничегошеньки. И, по-моему, здесь тоже, да, ничего мы с вами... Ну да, сделать ничего не можем. Ладно, тогда давайте все отдыхаем и увидимся с вами позже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok